Здравствуйте, это программа Город Эсс, я Елена Чернявская. Я объявляю темой нашей сегодняшней программы. Если гражданин не является должником, но его персональные данные совпадают с данными должника, вот как ведется личный прием граждан в условиях действующих ограничений. Я представляю гостю в студии Ленкова Кристина Андреевна, лейтенант внутренней службы, временно исполняющая обязанности начальника отдела по работе с обращениями граждан и организации управления федеральной службы судебных приставов России по Самарской области. Здравствуйте, Кристина Андреевна. Здравствуйте, Елена. Вот возникают ситуации, когда гражданин не является должником, но его персональные данные совпадают, ему приходит оповещение, что у него имеется задолженность и в отношении него возбуждено исполнительное производство. Скажите, пожалуйста, что делать в принципе в таких случаях? Да, в настоящее время возникает ситуация, что связаны с ошибочной идентификацией должника, то есть физического лица, как должника по исполнительным производствам. Все это происходит вследствие того, что совпадают данные нескольких граждан на стадии оформления и предъявления в службу судебных приставов исполнительных документов. В случае установления такого факта для избежания применения мер принудительного исполнения гражданам необходимо незамедлительно обращаться по номеру телефона горячей линии Управления Федеральной службы судебных приставов, номер телефона 8 846 266 38 42. То есть когда гражданин звонит по данному номеру, необходимо сказать то, что я не являюсь должником, то есть в отношении меня не имеются никакие исполнительные производства. При этом необходимо будет написать заявление, чтобы... То есть прийти лично? Нет, не обязательно. Можно дистанционно, варень. Да, есть телефон доверия. Должник, ой, точнее гражданин просто сообщает то, что он не является должником, оставляет свой номер телефона, то есть наша дежурная часть это заявление заполняет и далее передает в отдел по работе с обращениями граждан и организаций. Обязательно только хотелось бы обратить внимание, чтобы был указан номер телефона. Наши специалисты связываются... То есть обратная связь вы имеете в виду, да? Да, обратная связь обязательно, потому что когда звонят по этому номеру, нет возможности предоставить сразу, например, копию паспорта, ННН, СНИЛС. Ну вот после того, как попадает заявление уже в отдел обращений, мы связываемся с гражданином, запрашиваем копию паспорта, ННН, СНИЛС на электронный адрес. Электронный адрес это mail.r63.fssp.gov.ru Ну, если вдруг вы не запомнили, уважаемые телезрители, я думаю, что на сайте Федеральной службы судебных приставов по Самарской области есть все контакты, также телефоны горячей линии и обязательно электронная почта, поэтому если у вас есть такая необходимость, вы можете обязательно ими воспользоваться. Как так, заявление у нас будет получено, мы получаем уже информацию от гражданина, который не является должником, и уже отрабатываем. Это обращение. Это обращение, да, проверяем, проверяем данные, что совпало. Вот давайте, кстати, по поводу данных. Вы сказали, что если совпадают персональные данные. Что такое персональные данные? Имя, фамилия, отчество, дата рождения, паспортные данные, как вы сказали, ННН, СНИЛС, так разве бывают такие ситуации, что вот все эти данные буквально совпадают добуквенно и доцифренно? Совпадают не все данные. Может просто совпадать фамилия, имя, отчество, может просто ННН совпасть. То есть что-то, какой телевизор совпадает и сразу же? Да, что-то совпадает, что-то совпадает в любом случае. При этом мы запрашиваем весь пакет документов, чтобы проверить, что именно совпадает. Потому что, ну, бывает то, что, например, граждане, ну, не всегда, да, могут, например, предоставить. Некоторые боятся, мало ли что. Ну, то есть это обязательно. Это обязательно. В ваших случаях сомневаются? Ну, некоторые есть такие, да, которые, может быть, уже некоторых обманывали. Может быть, некоторые... То есть когда незаконно, да, выпрашивают персональные данные, потом пользуются. Да, да, да. То есть мы уже представляемся, говорим, что это же в ваших правильных интересах. Понятно, что ситуация неприятная. Это может случиться и со мной, и с вами. То есть это происходит не только по Самарской области, а во всех регионах общероссийской федерации. То есть по всей России, да? Да, но еще хотелось бы обратить внимание, то, что, например, если гражданин проживает в Самарской области, но обнаружил, да, то, что у него, например, арест наложен, к примеру, приставами там Краснодарского района, то есть ему нужно обращаться в управление по Краснодарскому району, не к нам. То есть, например, другие, да, граждане, которые находятся в других регионах, обращаются уже к нам. Ну, я думаю, что ваш специалист в любом случае сориентирует. Да, да, да. Поэтому здесь понятно, что когда приходит вот такая неприятная бумага, документ, что сразу не сориентируешься. Но вот еще вы сказали, Кристина Андреевна, о том, что если человек уверен, что он не должник, а если он должен, он просто не знает. К примеру, забыл оплатить транспортный налог, налог на имущество, на землю и так далее. Да вот просто забыл. А звонит вам и говорит, что да вот я, вы знаете, не являюсь-то должником. Да, такие тоже случаи, конечно, имеют место быть. И для этого, вот повторюсь, мы запрашиваем документы, чтобы понять, является ли он на самом деле должником или нет. Потому что действительно, например, не поступил, не получил гражданин постановления, да, об возбуждении исполнительного производства и считает то, что долг не его. Либо без уведомления прошло там, ну, с уведомлением, но не пригласили на судебное заседание, либо он не получил уведомления, да. И уже этот документ подали к нам на исполнение службы судебных приставов. И заявитель действительно, да, не знал то, что в отношении него уже возбуждено исполнительное производство, заходит там на сайт ГИБДД проверить, а у него машина находится в запрете на регистрационных действиях. Ну, как говорится, незнание не освобождает от ответственности. И порой встреча с судебными приставами, даже на улице, для людей бывает очень большой и, конечно же, неприятной неожиданностью. Сейчас я предлагаю прерывать наш разговор. У нас есть достаточно показательный видеосюжет. И давайте внимательно посмотрим, может быть, вы там узнаете себя. Акт ареста имущества судебный пристав составляет прямо на дороге. Самое простое, что можно арестовать – мобильный телефон. В ходе рейда выяснилось, что Денис забыл оплатить штраф в 5000 рублей, выписанный инспектором ГАИ. Телефон, понятное дело, у него останется, а вот с задолженностью лучше всего расстаться. Да, это был в Тарстане нарушение. Поэтому просто как-то вылезло из головы, забыл оплатить его. Поэтому оплатим. По закону у Дениса есть 10 дней, чтобы оплатить просроченный штраф и снять ограничения. Он должен явиться на прием к судебному приставу с оплаченными квитанциями об оплате штрафов. Также он должен будет написать ходатайство в связи с добровольной самореализацией своего имущества. И, соответственно, мы снимаем с ареста имущества сотового телефона. Он также может спокойно пользоваться. Производство будет в отделе окончено. А в этом случае все намного проще. У Евгении нашлось два неоплаченных штрафа по 500 рублей каждый. Арестовывать имущество в этом случае не положено. Пристав выдает предписание. Правда, сам Евгений говорит, что нарушитель не он. Ну, это не у меня, а у жены неоплачено. Так что у меня все оплачено. Ну, что теперь она вы... Ну, оплатим, конечно. Вам необходимо неоплазить к судебному приставу с подтверждающими документами об оплате штрафа. Совместные рейды ГИБДД и службы судебных приставов проводятся регулярно. После таких выходов на дорогу большинство штрафов оплачиваются. Так называемых злостных неплательщиков в Самаре сегодня порядка 8 тысяч. Если просроченная задолженность превышает 30 тысяч рублей, возможны крайние меры. Дело передается в суд. Накладывается арест на машину плюс лишение прав и ограничение выезда за рубеж. Правда, в большинстве случаев водители стараются оплачивать штрафы сразу. Зная, что наказание неотвратимо, они используют смягчающую норму закона. Есть у нас статистика такая, что люди стали оплачиваться в 30-нерный срок. Это 50% оплаты. То есть это очень удобно и для нас, и для граждан, которые нарушают. А лучше всего, считают в транспортной полиции, не допускать нарушений на дороге. Тогда управление автомобилем точно обойдется без штрафов. Спасибо за сюжет моему коллеге Олегу Звереву. Ну, а мы продолжим разговор. Кристина Андреевна, вот если все-таки узнал о том, что числишься в должниках только тогда, ну, когда, например, решил продать машину, запрет на нее наложен или когда банк стал, ну, просто-напросто списывать деньги со счета здесь как быть? В таких случаях также необходимо незамедлительно предоставить документы в службу судебных приставов, то есть это копия паспорта, ННН, СНИЛС. И если, то есть мы установим факт, что действительно гражданин не является должником, данные меры будут незамедлительно, ограничения будут отменены. Если был... Незамедлительно, я прошу прощения, я вас перебиваю, это в течение 5-10 минут дня? В течение, то есть, ну, где-то суток, двое, да, запреты уже будут. Ну, то есть в любом случае в течение трех рабочих дней, да? Да, если кто-то обращается заявитель по телефону горячей линии, такие обращения в управление рассматриваются в течение суток, ну, максимум двух суток. То есть ограничения сразу снимаются. Если также наложены были аресты на расчетные счета, запреты будут сняты. Если списаны были денежные средства, денежные средства также будут возвращены. Но по поводу возврата это уже будет подольше, потому что пока что денежные средства поступят. То есть нужно опять писать, да, вот это заявление. Ну, вот здесь возникает несправедливость. Просто если у человека незаконно списали деньги, карта арестована. Никакие выплаты производить совершенно нельзя. И потом еще нужно идти писать заявление, и тебе эти деньги возвратят. Но ведь ты же не виновен-то, по сути. Почему такая вот процедура? Согласна, потому что это не очень приятная процедура и долгая. Тем более, если, например, гражданин находится в другом регионе, ну, из-за этого и создан номер горячей линии, чтобы моментально решать данные проблемы. Реально помогает вот это обращение? Да, действительно, мы рассматриваем такие обращения, да. То есть даже по телефону можно решить этот вопрос? Ну, нам в любом случае нужны подтверждающие документы. подтверждающие документы, то есть скидывают, и вопросы, конечно же, решаются. То есть тут и нету вины судебных приставов, да, то, что идет слияние данных нескольких граждан. То есть это проблема во всей Российской Федерации. Ну вот все-таки, чтобы такая ситуация неприятная не повторялась в будущем, может быть, существуют ли какие-то инструменты специальные, или они вот-вот разрабатываются? Ну, исключить возможность подобных ситуаций в дальнейшем позволит норма Федерального закона 28 ноября 2018 года, номер 451, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, которыми расширен перечень сведений, идентифицирующих должника. То есть это ННН, СНИЛС, серия и номер паспорта, серия и номер транспортного средства, серия и номер также загранпаспорта и УГРН. Но в настоящее время действие данного закона в части именно положения об обязательности указания одного из идентификаторов гражданина-должника приостановлено до 1 января 2021 года. И мы рекомендуем... Все с чем? Ну, не могу пока что ответить на этот вопрос, да. В связи с чем необходимо себя проверять обязательно на официальном сайте банк данных исполнительных производств. То есть хотя бы там несколько раз в месяц на всякий случай нужно это делать. Ну, давайте тогда поподробнее поговорим, что такое банк и, собственно, чем он полезен. Это один из сервисов, в которых расположен на официальном интернет-сайте управления Федеральной службы судебных приставов. То есть я уже неоднократно рассказывала про него. Это очень удобный... Внести свою фамилию, имя, отчество. И если в отношении гражданина имеется какая-либо задолженность, либо исполнительное производство на исполнение, это будет отображаться в данном разделе. То есть продублироваться персональные данные в этой вкладке на этом сайте не может быть. То есть если я, к примеру, ввожу свою фамилию Чернявская Елена Николаевна, и у меня высвечивается, вот, пожалуйста, вы должны. А я на самом деле не должна. Каким образом вот это все там... То есть, возможно, такое то, что вы там... Нет, смотрите, например, если двойником является, там будет один человек. Так. А вот у нас, например, уже в базе, в нашей АИС в ССП России, идет, возможно, тоже будет один должник, но, например, внесены данные недолжника ННН, либо дата рождения, либо место рождения. То есть, но должник на банке данных будет, то есть одна фамилия, я имею в виду, там не будет нескольких фамилий, просто будут разные исполнительные производства, да, просто нужно будет проверить. Если, например, заявитель зашел, гражданин посмотрел и увидит то, что долг не мой, то есть он уже понимает то, что я являюсь, наверное, двойником, и нужно подать заявление обязательно. Но если действительно, например, гражданин является должником, точнее, есть возможность через данный сервис оплатить за должность. Если неудобно оплачивать, можно вывести реквизиты. То есть, прямо на месте, сразу же, есть специальная кнопочка, кнопочка, оплатить, и долг будет списан. Либо можно вывести реквизиты, если кто-то не имеет возможности оплатить онлайн, распечатать квитанцию и обратиться уже в банк. После этого денежные средства поступят в течение пяти дней на депозитный счет отдела судебных приставов. Дальше они будут распределены, направлены взыскателем, и исполнительное производство будет окончено. Но хотелось бы еще обратить внимание, то, что исполнительное производство не сразу оплачивается. Вот некоторые заявители тоже подают заявление и пишут то, что они оплатили, там прошло пять дней, а производство еще находится на сайте управления Федеральной службы судебных приставов. То есть, после окончания исполнительного производства задолженность будет еще отображаться где-то дней пять. То есть, это все делает система... Здесь не нужно будет пугаться? Да, пугаться не нужно, нужно просто будет выждать. Возможно, там будет уже остаток задолженности ноль, но пока что оно будет в исполнении. Но в течение какого-то времени обязательно задолженность пропадет с сайта. Очень популярная и, на мой взгляд, удобная услуга на всех службах – это личный кабинет. Есть ли он в Федеральной службе судебных приставов? И если да, то как им можно воспользоваться? Вообще, мы всех граждан призываем уже общаться с приставами дистанционно. В связи с введенным карантином в Самарской области прием граждан был временно приостановлен с февраля месяца. Но с 26 мая, перешла я так плавно на прием, но сейчас я расскажу и про личный кабинет, как это все взаимосвязано. Это неудобно все-таки, если ты должник, то вот как ты можешь узнать о ходе исполнения производства, особенно сейчас ограничения. Да, например, если прием не осуществлялся, с февраля месяца прием не осуществлялся, но с 26 мая приставы начали прием граждан, но прием проходит строго по записи. Записаться можно также через официальный сайт Управления Федеральной службы судебных приставов, через электронный сервис «Запись на личный прием». То есть для того, чтобы записаться, гражданин должен быть обязательно зарегистрирован на госуслугах. Это вот обязательный, потому что некоторые граждане не годуют, что я не зарегистрирован, но в настоящее время запись строго, только электронно. К другому приниматься граждане не будут. Еще хотелось бы обратить внимание, что запись, точнее время приема ограничено 20 минут. И когда гражданин приходит на прием, он должен приходить к определенному времени, то, которое он выбрал. Напомню то, что прием приставами проводится вторник с 9 до часу и четверг с часу до 6. При себе обязательно иметь, так как мы также заботимся о здоровье граждан, при себе обязательно иметь средства индивидуальной защиты. Это маска и перчатки. Обязательно. Также еще хотелось бы обратить внимание, если гражданин вдруг опоздал на прием 20 минут, не нужно ждать, паниковать, что примите меня, я опоздал. Скорее всего, гражданину уже не смогут принять, потому что все электронно по записи. То есть не нужно устраивать столпотворение в отделах, создавать очередь. То есть понятно, что все хотят попасть на прием, время ограниченное. То есть нужно это обязательно понимать. Понимать и учитывать. Спасибо большое. Вы очень так ясно и подробно объяснили про эти сервисы. Но я хотела бы сейчас также предложить посмотреть вам сюжет на одну из не менее актуальных тем, с которой сталкиваются судебные приставы. Это взыскание алиментов. Давайте посмотрим этот сюжет. К утреннему визиту судебных приставов хозяин этой квартиры в доме на Южном проезде явно оказался не готов. Мужчина задолжал своему сыну более 700 тысяч рублей. У него уже три уголовных дела за неуплату алиментов. Платить по долгам не торопится, поэтому силовики пришли к нему лично вручить требования о явке к судебному приставу. А у нас нервы. Знаю, вы какие. Я всю ночь не спала. Да и что сказал вчера. Вы напомните, если что, да, я ему что-то помню? Такие визиты к алименщикам у приставов каждую неделю. Только в одном советском районе Самары проживает более 300 должников. Силовики приезжают к тем, кто не платит алименты более двух месяцев. Следующий адрес – квартира на Балаковской. У должницы дочь с ограниченными возможностями. Женщина объясняет ситуацию тем, что вновь потеряла работу. Изначально направляется постановление о возбуждении исполнительного производства. Должник, если заинтересован в своих задолженностях, он сам приходит. Если он не приходит, то мы направляем требования, то бишь это повестка о вызове на прием. Опять же не приходит. Тогда мы либо сами идем к нему на участок, выходим, где он проживает, чтобы установить его факт проживания. Либо выносим постановление о приводе. Всего областные приставы ведут более 10 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментов. Более 7 тысячам должников ограничили выезд за пределы страны. Около 2 тысяч временно лишились права управлять транспортными средствами. Мы посмотрели сюжет из архива, сразу оговорюсь, да, почему зимнее время года. Сергей Кизоркин, спасибо моему коллеге. Кристина Андреевна, вот все-таки обращение в электронном виде – это важный инструмент? Ну и удобен ли он? Конечно, сейчас такое, повторюсь, то же время, что подать заявление можно также электронно. Необходимо быть регистрированным на государственных, на госуслугах, проще говоря. То есть зайдя в личный кабинет страны исполнительного производства, можно подать заявление о ходе исполнительного производства, либо о наличии. То есть заявитель подает электронно, в таком же виде, и он получает ответ в электронном виде. Также можно подать заявление о подписке о ходе исполнительного производства. После оформления судебным приставом исполнительным подписку, после того, как он ее, точнее, оформил, в личный кабинет страны исполнительного производства заявителя будут поступать протестуальные документы, то есть вынесенные в рамках данного исполнительного производства, подписанные судебным приставом исполнителям в электронном виде. То есть они несут такую... То есть не по почте, не письменно, а электронно, удобно, то есть можно ознакомиться, и оно всегда у себя при себе. Да, очень удобно, на прием обращаться не нужно. Подал электронное заявление, получил ответ. Также эти заявления и ответы хранятся в личном кабинете, то есть стороны исполнительного производства. Также еще хотелось обратить внимание, что понимаю, да, то, что, возможно, не все могут пользоваться и могут подать заявление в электронном виде. В отделениях судебных приставов, в каждом отделении, при входе есть специальный переносной ящик для почтовой корреспонденции, куда заявитель может оставить заявление. Сотрудники канцелярии два раза в день, то есть достают почту, также она регистрируется в установленные законом сроки. И еще также на официальном интернет-сайте управления указаны в разделе «Контакты» указаны телефонные номера всех отделений, актуальные телефонные номера судебных приставов исполнителей, куда можно обратиться за консультацией. Но тоже хотелось бы обратить внимание, что подробную информацию, например, о ходе сообщать мы не сможем. В любом случае, потому что заявители могут позвонить не по своему исполнительному производству, то есть не могут утвердить свои данные. Ну, например, там, подруга звонит должнице, но это же неправильно, нужна обязательно доверенность. Личное обращение, да? Да, 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 либо личное обращение. Ну, а если нет такой возможности, действительно, нужно оформить именно у нотариуса доверенность? Да, конечно, доверенность оформляется в нотариусе, но это уже в любом случае нужно писать обращение для получения какой-то конкретной информации. Ну и про контакты также указан номер телефона колл-центра, это отдела по работе с обращениями граждан, куда заявители также могут обращаться. Кристина Андреевна, вот хорошо, если все-таки человек бывает не согласен с действиями судебных приставов, куда обращаться? Если гражданин не согласен с какими-либо действиями именно судебного пристава исполнителя, он может обратиться в вышестоящее должностному лицу, это то есть начальник судебного пристава исполнителя, который находится в отделении судебных приставов. Если уже заявители не удовлетворены ответом начальника отдела, тогда могут обратиться в управление. Скажите, пожалуйста, ну а вообще часто граждане жалуются и насколько эти жалобы вообще в принципе обоснованы, но ведь может просто не понимают они, я имею в виду граждане, как ведется исполнительное производство? Ну в настоящее время поступает большое количество обращений и жалоб в связи также с введенными ограничительными мерами, да. Потому что информацию тяжело получить, информацию все граждане, нужна эта информация, какие-то меры не применялись, например, выходы не осуществлялись в связи с карантином. Карантин, может быть, просто человек потерял работу, да? Также некоторые граждане подают заявление, не дождавшись ответа, такое тоже может быть, то есть срок рассмотрения, могу повториться, 30 дней. То есть нужно сначала дождаться первого ответа, а уж если ты не дождался в установленном законом срок, тогда можно уж и бить тревогу, жаловаться, то есть должно быть терпение. Кристина Андреевна, а вот такой вопрос, если все-таки у гражданина нет денежных средств на счетах, нет имущества, подлежащего в уплату долга, что тогда делать и как быть вам в первую очередь? То есть пристав применяет все меры принудительного воздействия на должника. Да, если видя то, что в отношении должника отсутствует какое-либо имущество, бывает у нас должники, сразу беря, например, долг, они понимают, да, я осознаю то, что мы, да, я не буду его отдавать, зачем мне это надо, переписал все имущество, официально не работает, то есть нет никакого имущества, скрывается. Указывает одно место регистрация, на самом деле в другом, проживает в другом месте, даже если пристав выносит постановление о розыске должника, бывает такое, что отыскать его не представляется возможным, и судебные приставы могут окончить исполнительное производство актом о невозможности взыскания. А в чем, в каком времени это происходит? То есть когда пристав принял весь комплекс мер на установление доходов должника, весь комплекс мер, только после этого производство может быть окончено актом о невозможности взыскания. Если оно окончено, то есть исполнительный документ возвращается взыскателю, то есть взыскатель его получает, и через полгода после... Ну, грубо говоря, банк, да, в данном случае, если вы привели пример. Либо там физическое лицо. После этого получение исполнительного документа, спустя полгода, исполнительный документ может быть предъявлен в службу судебных приставов повторно. Повторно. Да, мало ли что, может быть, у должника появилось имущество, он расслабился, знает, ну, оформил что-то на себя, ну, уже приставы будут работать. Если вдруг нет, тогда, ну, ситуация будет повторяться, да, производство будет окончаться. То есть это такой, да, будет цикличный процесс? Это бывает, но я не могу сказать, что это там постоянные, все такие должники у нас. Ну, такое тоже может быть. Имеет место быть. Хорошо. Какие меры принудительного взыскания применяются должнику в случае несвоевременной оплаты за должность? Если должник добровольно в течение пяти дней не оплачивает за должность, то есть, расскажу так, исполнительное производство возбуждается. Постановление о возбуждении направляется в адрес сторон исполнительного производства. У должника есть пять дней на добровольное исполнение оплаты за должность. Если должник не оплачивает, судебный пристав направляет запросы в кредитные организации, запрашивает информацию пенсионного фонда, работает ли должник официально, получает информацию и накладывает запреты на все карточки, за которыми закреплены за должником, и выносит постановление на заработную плату. Также это относится и к транспортным средствам, арест на транспорт, точнее, на транспортное средство и так далее. Перечень очень велика. Ну что же, спасибо вам большое, наше время подходит к концу, но тем не менее, в завершении нашего разговора я все-таки хочу предоставить вам заключительное слово. Какие бы все-таки советы вы дали должникам в данном случае? Ну, хотелось бы напомнить то, что необходимо в обязательном порядке проверять себя, имеется ли у вас задолженность в службе судебных приставов. То есть даже если, ну понятно, что сейчас ограничительные меры, за границу не пускают, но в любом случае доступ когда-то откроют, нужно проверять себя, имеется ли задолженность. То есть все оплачивать, установленный законом срок, ну и вообще заплачивать все заранее, чтобы данные документы не поступали в службу судебных приставов. Но все-таки если, ну да, всякие ситуации в жизни бывают, как вот мы говорили уже, и о потере работы, потере какого-то дополнительного заработка, но тем не менее, все-таки старайтесь не быть должником. Ну, это, по крайней мере, еще и неприятно лично. Спасибо вам большое и спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Город Эсс». Всего хорошего. До свидания.